МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Минском этапе Ашхабада в преддверии праздника Курбан-Вайрамы состоялась торжественная церемония ввода в строй 12 четырехэтажных многоквартирных жилых домов повышенной комфортности. На прилегающие к домам территории предусмотрены детские игровые и спортивные площадки, прогулочные зоны, помещения для проведения семейных торжеств и знаковых событий, элементы ландшафтного дизайна. В Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтун-Кули в рамках проходящей в Ашхабаде недели культуры состоялся примерный показ оперного спектакля «Аркач». Спектакль рассказывает о все побеждающей силе искусства, помогающем героям сохранить любовь и верность. Новая оперная постановка насыщена действием, в ее музыкальную сценическую канву органично вплетены самобытные обычаи, обряды и традиции туркменского народа. Эмера опера «Аркач» стала яркой страницей в букете праздничных мероприятий, посвященных Дню работников культуры и искусства, а также поэзии Махтун-Кули и Фрагии, приуроченной к этому празднику недели культуры 2023. 24 июня с 9.00 до 12.00 сотрудники Министерства Адалат, Генеральной прокуратуры Верховного суда Туркменистана и член Ашхабадской городской коллегии адвокатов проведут прием граждан по правовым вопросам. Прием состоится в здании Министерства Адалат по адресу Арчибель-Шайолы, 150. С начала июня на наблюдательные посты, устроенные ввиду пожароопасного периода, вышли межсезонные контролеры, принятые на работу до конца августа по квоте Министерства финансов и экономики Туркменистана. В этом году их аттестовано 70 человек. Контролеры-наблюдатели ежегодно в самые жаркие месяцы помогают экологам на природных и хозяйственных участках предотвращать случаи возгорания. Наблюдатели обеспечены мобильной связью и средствами тушения локальных очагов возгорания хлопушками с резиновой частью на длинной жерде. Посты действуют с 8 утра до 8 вечера. Здесь неотлучно находятся от 2 до 4 человек, обученных быстро тушить возгорание. В противном случае оперативно информировать об инциденте в вышестоящей инстанции. По Туркменистану создано 80 экологических постов. На дне Атлантического океана примерно в 500 метрах от носовой части «Титаника» были обнаружены обломки пропавшего батискафа «Титан». Гипель батискафа подтвердили представители береговой службы охраны США. Контр-адмирал береговой охраны США сообщил, что найденные обломки свидетельствуют о катастрофическом ущербе пассажирской капсулы. Проще говоря, корпус аппарата не выдержал давления воды и разрушился. Все пять человек, находившиеся в батискафе, признаны погибшими. В Риме открыли новую пешеходную дорожку на площади Торе Аргентина, где убили римского диктатора Юлия Цезаря. Во времена Цезаря на этом месте располагалось здание Сената, где римский диктатор был убит недовольными его политикой сенаторами. Сейчас на месте убийства Юлия Цезаря находятся раскопки четырех храмов. С 20 июня жители Рима и иностранные туристы смогут увидеть место раскопок вблизи, благодаря открытой специально для этого пешеходной дорожке. Определился календарь матча отборочного турнира Кубка Азии 2024 по футзалу. Итогом жеребьевки 31 команда была разделена на 8 групп. Сборная Туркменистана оказалась в группе А. Соперниками туркменской команды будут сборные Таиланда, Гонконга и Китая. Отборочные матчи в этом квартете пройдут с 7 по 11 октября в Таиланде. Путевки в финальную часть Кубка Азии по футзалу получат победители групп, а также семь лучших сборных среди занявших вторые места. Свой первый матч в отборе на Кубок Азии национальная сборная Туркменистана проведет 7 октября против команды Гонконга. Во втором туре 9 октября туркменская сборная сыграет с Китаем. В заключительном туре группового этапа 11 октября сборная Туркменистана встретится с Таиландом. Международный олимпийский день 25 июня в 16 городах Узбекистана состоятся забеги. К ним присоединятся спортсмены и члены беговых клубов Казахстана, Таджикистана, Киргизстана и Туркменистана. Принять участие в забеге могут все желающие. Допустимый минимальный возраст 9 лет. Старт будет дан в 6 утра по местному времени. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей. Редактор субтитров А.Семкин